Воды из концепции творения, или богословия творения, или понимания Бога как творца, очень-таки далеко идущие, они могут развить или стать хорошим основанием для этики, христианской этики, христианского отношения к творению, то есть к здоровью, к окружающей среде, которое включает в себя творение, включает в себя и социум, и отношение, и мир, в котором мы живем. И на самом-то деле библейское повествование очень ставит человека не в позицию расхитителя социалистической собственности, а такого stewardship, то есть такого управителя разумного, то есть человек отвечает, Бог вручил творение человеку, чтобы тот продолжал дела творения, возделывая и храни. И поэтому у нас большая ответственность. То вот уничтожение окружающей среды, это по сути не наследки и у девохристианской парадигмы, как говорят, а вот неверного, когда мы отвергаем Бога как творца, оставим себя. То есть человек в вине створения, это не библейская концепция. Человек в вине створения под владычеством Бога, вот тогда это будет библейское. Когда упразднили Бога творца, осталось что-то библейского повествования, потому что в вине створения, по сути, продолжали. Но лишенные владычества Бога и знания творца, это первая глава послания к римлянам, как они познали Бога, не проставили, а суетились, и превратились, и видим, что как творение разлагается. Поэтому это очень важный пункт, важный момент в понимании Павла Бога, Бог как творец. Дальше Бог как отец. И в Ветхом Завете, в межзаветном иудаизме, Бог говорится как об отце. Но какие-то вот, но Бог-отец стал таким экстремально христианским титулом, ну или термином. Так что даже в христианское богословие Троицы, в триодологию, то есть уже Бог-отец, это термин ипостасный, Бог-отец, Бог-сын. То есть так, что же Бог-отец стал таким вот тринитарным термином. Но Павел не думал в категориях халкидонского богословия того времени, а мыслил, продолжал как в библейской истории. И особенно его, ну, кстати, были проблемы у Иисуса иногда с евреями, когда отец Израиля, отец народа, понималось. Вообще нужно понимать, вот есть спор, когда Иисус называл Абба, да, или Абба, Бога, и здесь есть два мнения, что одно вот такой яркий выразитель, такой был исследователь Нового Завета, Иохим Иеремис, где он, ну, как бы один из таких вот направлений, сказал, что Абба – это вот такой вот арамейский термин, как папочка, да, когда вот дети очень нежно, ласкательно говорят дети. И поэтому такое вот, ну, очень интимное, такое вот, ну, глубокое, глубокое личное отношение к Богу вызывало такой вот, может быть, резонанс у тех, кто слышал Иисуса. И это дает основания для такой, ну, очень таких тесных отношений христиан с Богом, ну, верующих, да, вот, верующих с Богом. Другие говорят, что нет, по сути, вряд ли стоит искать в этом аналогию, что на то время Абба уже не имела такого, то есть очень сложно, это вопрос, на сколько мы будем знать историю. Мы вчера спрашивали, да, то есть как изучать Библию, знать историю, нужно понимать. Исторический контекст очень важен для нас, для понимания, но вся фишка в том, что мы этот контекст и сами-то и реконструируем, потому что все эти факты, все данные мы-то и интерпретируем, поэтому вот есть такие две линии, и по сути они равнозначны, вот, в понимании вот Абба, отец, да. Другой момент, что действительно, когда мы говорим молитва «Отче наш», да, тоже иногда, ну, нужно понимать, что не всегда, а отче, отец, когда мы говорили о Боге как отце, это понималось в таких терминах, как Абба, папочка, потому что отец – одна из сторон или одно из пониманий или названий царей. Да, отец имеет царскую коннотация, потому что царь наш батюшка, царь является как бы отцом народа, вот, поэтому иногда, когда Богу говорили «Отче наш» или «Отец», там, то здесь может больше было царского величия, да, вот, нежели вот такого семейного. Но, даже если мы говорим об отце, таком домашнем контексте, контексте, да, вот, дома, мы должны понимать, что ближневосточное и вообще античное понимание отца – это не наш сегодняшний отец, это маленький, это царек дома, тот же царь, кто говорил вчера, да, тот же царь, только дома. То есть, и в любом случае это имя требует уважения. К отцам очень уважительно относились. Это не сейчас, когда, да, папочки есть заложниками капризов, сыночков или дочечек, понимаете, да, мы иногда, может быть, в нашей культуре уже отец на Востоке, в Ближнем Востоке, отец – это просто очень-очень уважительная фигура. И поэтому, когда говорится «отец», это не в смысле «а, там, папуля» и там папик, да, так иногда вот позволяют. Это мой папа, даже я помню одного пастора на церкви, он такой молится «папочка», ну, так, оно трогательно, оно классно, оно интересно. Если это исходит из таких очень глубоких отношений, то это классно. Если это исходит из таких ложных пониманий словопотребления «отец», но он за ветер, другой момент. То есть, я, ну, очень рад, это классно, когда у нас такие отношения с Богом Отцом, но если нас вводит в заблуждение термин «отец», то мы должны понимать, что на Восток, Восток – дело тонкое, Петруха, да. Отец требовал не меньшего уважения в семье, чем царь в царстве, в обществе, понимаете, да. В любом случае это очень уважительно. Но здесь действительно сохраняются два полюса. С одной стороны, Иисус притянул, указал другой полюс, действительно глубоко личных отношений, Бог близок. Если Творец там все-таки другой полюс немножко так чуть-чуть превознесен и удален, то Отец, опять же, видите, Павел, мы в Библии не встречаем таких схоластических или богословских категорий, через образы, да. Павлова богословие, как и Библия, оно больше функционально, больше говорит о функциях и использует какие-то образы, метафоры, нежели оно антологично, то есть показывает сущность, да, суть, такие вот такая вот сложная метафизика. Поэтому Отец как бы уравновешивает идею Творца, хотя это тоже два полюса и удаленность и близость. Отец приближается, Отец это тот образ Бога, та сторона Бога, которая действительно близка. И особенно это связано с богословием усыновления, которое использует Павел. Послание Галатам, 4 глава, 1-7, да, приведу вам еще один пример. Пока наследник в детском возрасте, он, хотя и владеет всем, ничем не отвечается от раба, и до наступления срока указанного отцом находится под присмотром опекунов и управляющих. Так и мы, пока мы были детьми, мы были в рабстве у стихи мира. Но когда исполнилось назначенное время, Бог послал сына, рожденного женщины, и подтверждение того, что вы сыны, Бог послал в наши сердца Духа, Дух своего сына, Дух, взывающий Абба, Отец. Значит, ты больше не раб, ты сын. Если сын, то и наследник им тебя сделал Бог. Итак, Павлово понимание Бога Отца, оно происходит еще коридится, конечно, из библейской истории, где образ Отца, метафора формируется. И в принципе, если рассматривать, вот интересно, представление о Боге в Ветхом Завете, опять же, оно отличается от, и там категории, термины будут не богословские. Потому что если вы бы изучали там, скажем, классическую доктрину о Боге, то есть вы бы там, ну, просто там можно умереть от счастья, когда там столько концепций, категорий, там всего. Здесь же образы. И помните, в начале я в первой лекции сказал, что у нас столкновение, у нас как бы конфликт, образно говоря, так, левополушарного мышления и правополушарного мышления, левого и правого полушария. Западная, западная парадигма, в которой, по сути, мы все сформировались, она такая, ну, левополушарная, да, мы сказали, что, по сути, философия и богословие строятся по такому принципу. Концепция, какой-то принцип, плюс какая-то история, пример, ну, образ, метафора, да. Ближневосточная или библейская манера богословствовать – это история, то есть повествование, это образ, это метафора, плюс какая-то интерпретация, а там дальше догадайся сам. И обычно мучают, ну, слушайте, ну, что за вот ерунда такая, ну, что нельзя там было, там, Матфею, там, Иоанну, Луке, там, прямо написать, Иисус – Бог. Ну, и нормально, то есть, зачем вот эти песни, там, пошел, там, родили. И вот тут, вы понимаете, здесь вся фишка в том, что Восток дело тонкое, Петруха. Язык аргументации, ну, да, вот есть такой порядок, повествовательная, да, христология, повествовательная, как я взял, вообще, повествовательное богословие, используют категории сюжета, то, что, может быть, я говорил с вами на габилетике. Значит, читать Евангелие, христологию Евангелия нужно так, 2 плюс 2, и все. А там читающий доразумеет. Умеешь считать, скажешь, 4. Но это не пропозиционный текст, да, это не схоластика, это не Фома Аквинский, где христология, да, там, 4. Все, а, ну, нормально, 4. Тут надо так, такая вот, 2 плюс 2, ты читаешь, о, так это 4. Вот так построено. Почему Матфей начинает, там, такую, там, растяжку из родословий, там, разбито на 3 по это самое, там, угадай, там, Давид зашифрован, еще что-то там, понимаете? Поэтому и Павел, конечно же, то есть мы говорим о образах, и отсюда выходит, то есть для Павла Бог-Отец не, он не мыслит в категориях халкидонского богословия, да, то есть тринитарного, Бог-Отец, ипостась, Бог-Сын. И когда Иисусу говорили, ты ли Сын Благословенного, я говорю, ты Сын Божий, то есть вопрос не ставился так, ты ли вторая ипостась Божественной Троицы? Ну, и он сам говорил, когда, то есть не в этих категориях, потому что Сын Божий, это мессианская терминология, то есть семантика, семантический дом или семья, или поле мессианского царя. Это потом уже Сын Божий из такой вот горизонтальной, вертикальной плоскости, да, то есть это уже такое божественное. Поэтому Павел говорит об отце, и вот богословие усыновления, то есть Бог-Отец нас усыновил, и там целое послание Акрилина, да, то есть без 8.15. А мы прошиты, кто-то вышкален в философский, богословский, нет, мы прошиты западным типом мышления, в любом случае. Хотя мы говорим восток-восток, но на самом-то деле граница, вот где вот, как вы думаете, граница между западом и востоком полигает? Где-где? Да. Пакистан. Я сейчас образ говорю. Ислам и индуизм, вот граница. Ислам – это тоже Запад. Почему в основе исламской философии есть Аристотель? Аристотель попал в Европу в руки с холастом из ислама. А что такое Аристотель? Это логика. То есть это западный тип. Хотя там есть, мы говорим о востоке, да, то есть есть, но вот это особо крупная парадигма. Поэтому в философском смысле, в богословском смысле мы западный тип мышления. Хотя мы базируемся на тексте и вера типичная ближневосточная. Вот такие вот немножко клизи. Но мы не будем углубляться. Хорошо. Бог-Отец – усыновление. Отсюда же импликация из этого образа понимания Павла Бога-Отца – это усыновление. Римлянам 8.15 еще такое. Дух, который вы получили, это не дух рабства, вынуждающий вас опять жить в страхе. Нет. Вы получили дух, который сделал вас сынами Бога. Это он побуждает вас звать оба-отец. То есть вот такой другой полюс. Немножко уже два полюса. Отец как фигура уважительная, превознесенная со времен Ветхого Завета и вот этой ближневосточной ментальности. Отец, с одной стороны, это имя царя. Отец – это домашний царь в доме. То есть требует уважения. До такой близости. И самое главное здесь даже отношения сына-отец нисколько такие вот в нашем понимании и такие вот лично эмоциональные. Здесь лежит импликация в докрине применения усыновления. Мы усыновлены. И Павел очень много об этом говорит. Поэтому помните, когда я говорил вчера, я говорил, орду салютис, порядок спасения. Часто вот период схоластики такого европейского, западного. Что было первое, пробуждение, вера, возрождение, оправдание, усыновление. Да это все одно и то же. Потому что оправдание из одного контекста, усыновление из одного социального, когда кто-то кого-то усыновил, то есть практика. И это еще очень важно. Это ведь платформа для павловского богословия примирения двух народов, что сынами Бог делает и Израиль, и язычников. Но сынами Он делает в сыне. По вере в сына, по вере в Мессию, есть платформа или основание для усыновления. Поэтому во Христе Иисусе, читай, в сыне, нету ни Израиля, ни язычников, ни женщины, ни мужчины, ни рыба, то есть все являются сыновьями. То есть восстанавливается эта первозданная картина творения. Понимаете, да, вот к чему она идет. Бог как царь и судья, еще один образ Бога, царя и судьи. Ну, Бог как царь, это тоже очень мощная, ветхозаветняя, еще образ ветхого завета, царь. Вот интересно, на мой взгляд, два образа Бога, царь и отец, они формируются еще в первой главе, в первой и во второй главе книги Бытия. Первая глава рисует образа как царя, который восседает, как император, который повелевает. Вроде идет идея творца, Бог-творец, но он как творит? Он сказал, как монархи, как императоры, императоры, в древности, они просто сидят и говорят, и говорят, так, вселенная упалась и отжалась, упала и отжалась, и вселенная упала и отжимается. Ну, понимаете, да, что такое царь на Востоке? Там он сидит где-то там, и в тронный зал заходят на коготочках, так вот, толстком. Ну, в Египте даже не могли смотреть на фараона, потому что это, то есть, вот так вот, все, нельзя. И вот такой образ, образ Бога. Бог восседает в первой главе, да, и он творит как? Он сказал, сказал и сделал. Вторая глава книги Бытия рисует другой образ Бога, патриархальный. То есть, Бог как мужчина на Востоке, что он делает? Он сад посадил. Надо три задачи у мужчины, да, построить дом, посадить дерево и вырастить сына. Он что делает? Он сад посадил. Сына учит работать, возделывая и храни. Находит ему невесту. Как образ такой, что приводит ему невесту, да, то есть, образ такой уже патриархальный. Вот эти вот два образа, мощные, самые мощные образы Бога, царь и отец, развиваются, потом корректируются Иисусом через притчи. Тоже Иисус говорит о Боге, как царь, как... И героям притчи часто бывает, если образ Бога. Либо царь, либо отец. Понимаете, да? Вот. И царь, это отсюда царство Бога. Царство Божье. Особенно, может быть, употребление царства небесного в Англии от Матфея увело людей в сторону, то, что о царстве небесном начали понимать, как действительно о царстве небесном. То есть, царство где-то там, на небесах. И отсюда мы говорим, ну, как традиция царствия, царство ему небесное. Ты понимал руку или что? Царство небесное – синоним царству Божьему. То есть, это не место где-то на небесах. Это сам факт правления и владычества Бога. Бог владычествует, Бог царствует. То есть, это... Я не помню, выучить еврей, там, Молкута. То есть, это самая идея, что владычество. Поэтому, когда Иисус говорит, что приблизилось царство Божье, то это означает, что Бог вступает в свои права. Бог снова заявляет о своих правах. Он царствует. Поэтому Он открывает эпоху, ну, новую эпоху. И для Павла, мы сказали, что мы находим Павла в книге Денья Послала в последнем, что он проповедует о царстве Божьем. То есть, значит, еще идея Боге-царе. Бог владычествует, и Он судит. В Ариапаге Он говорит, что будет суд, и Бог есть судья. И будет судить через воскресшего. И это была проблема для слушателей, стойка. То есть, сейчас, видите, мы уже в такой манере богословствования, не совсем интересной. Когда мы брали послание Павла от начала до конца, мы так, там такая живая аргументация, такое все вот интересное, прикольное, неожиданное. Теперь мы выходим в другую плоскость богословствования и видим, что как-то вот все, что Павел так не думал, но нам приходится это делать. Да, нам приходится это делать. По сути, так построена теология систематическая или догматическая. Но мы уже выводим. Павел, конечно, не разбивал это, все для него был единый образ. Но вот мы, помните, в начале, мы теперь делаем такую догматическую задачу. Наша задача теперь, вот то, что мы в начале, как дескриптивное и синтетическое, мы просто на примере посланий прочитали их полностью. Теперь нам нужно уже это, уже как-то выставить какую-то конструкцию. И, конечно же, можно увидеть у Павла свойства Бога. Какие же свойства? О свойствах и атрибутах Бога это тоже наследие схоластики. Говорить о Боге, то есть выстраивать понимание какого-то предмета, о его проявлениях, о его качествах. Вот сидит Лия, вот она, ну, как ее выставить по ее, вот она грустная, там еще что-то. Ну, то есть, не то, что я вчера сказал такие фразы, там, субстанции и акциденции. То есть, такой порядок. Но, тем не менее, нам это помогает. Какие свойства у Бога мы можем найти в богословии апостола Павла? Ну, слава Божья. Конечно, очень часто говорят о славе Божьей. И два термина нам известны. Это кабот и шехина. Кабот выражает такая идея, что что-то обладает каким-то величием. Шехина больше говорит, ну, так, с натяжкой. Кабот это больше такое вот превознесенное состояние, да, вот славы, да, такое слава. Шехина это уже в богословии иудаизма теофания, то есть богоприсутствие. То есть, слава Божья покидает, значит, бог оставляет это место. Если шехина появляется, значит, бог появляется. То есть, это символ уже теофании, приближения. И Павел говорит о славе Божьей, ну, использует слово греческое докса. Римлянам 3.23. Все согрешили и все лишены сияния Божьей славы. То есть, все согрешили и лишились этого присутствия Бога, да. То есть, они лишились этой славы Божьей. В послании к Ефесянам, 1 главе, 7 стих, Павел говорит, простите, 17 стих, Павел говорит о, кстати, очень интересная молитва, о Отце Славы. Называет его Отцом Славы. Мне очень нравится этот текст. Я как-то взял одно время, какой-то, ну, на месяц, на два, на три, ну, так бывает. Берешь какой-то фрагмент, какую-то библейскую истину, делаешь ее основой молитвой. Вот это очень интересно. Почему, узнав о вере в Господа Иисуса Вашей и любви ко всему святому народу Божьему, не перестаю благодарить за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах. Пусть Бог Господа нашего, Иисуса Христа, Отец в сиянии и славы. То есть, вот как Он говорит о Боге, Отец в сиянии и славы. И потом идет речь о Иисусе, что Он есть, сияние славы Его. Это тоже уже какая-то такая, ну, высокая христология. Подводить Иисуса к шихине, к ободу, к славе, к доксе. Дарует вам дух мудрости и откровения, чтобы вы смогли познать его. Пусть просветит он ночью вашего сердца, чтобы вы увидели, какова та надежда, который от вас призвал, каково богатство и великолепие наследие, которые вы разделяете своему народу. Скоро неизмеримо велика его сила, что действует в нас, верующим в него. А здесь такие три интересные составляющие молитвы. Что Бог дал дух мудрости и откровения для познания. Потом утвердиться, вот какова надежда, вот призвание. И вот что есть сила. Вот я взял себе вот осень, это у меня вот был павловский цикл ЦРПИ, значит, для моей жизни. Я взял это как для своей молитвы, просил, чтобы Бог не давал духа мудрости и откровения, чтобы познавать его, чтобы я утвердался в той, в чем моя надежда. Я понял, что надежда должна быть в призвании. Ну, в Божьем, да, потому что это дает по-настоящему надежду, когда я понимаю, что моя надежда только в призвании. И я хочу знать ту силу, которую он воскресил Иисуса, которую он меня возродил. То есть это было моей молитвой месяц-два. И у меня был такой прикол. Я уехал в Киев, и должен был парень один проповедовать у нас церкви. Я приезжаю из Киева, еду в маршрутке, спокойно такой себе, доволен жизнью, счастлив. И мне звонит ведущий, говорит, а Дима-то в Бердянске? И у нас нету проповедника. Я такой, да, прикольно. А фраза «нет проповедник» означает, что я буду проповедником. И вот я доезжаю, уже поднимаюсь, проезжаю в мост Пересовский, еду до Старо-Портофранковской. Но это еще ничего. И у меня есть эта молитва. Я рассказываю проповедь на эту молитву. Все-таки довольны, там классная проповедь. Но я начал проповедь, когда-то, еще давно, я приехал с Киева, был ведущим в собрании. Этот же Дима должен был проповедовать. И вот уже там какой-то парень говорит, свидетельство мне, историю, где он был в Киеве, там показывают ролик. Где-то остается полминуты до конца. Я так подхожу к этому брату, Диме, говорю, Дима, ну все, сейчас ты идешь, буду проповедовать, он тогда меня смотрит. Какая проповедь? Я говорю, ну как, я уезжал, я говорю, что ты появился. Нет, я не помню. То есть у меня ровно полминуты. То есть я за эти полминуты пока иду такой, и, ну, не начинаю проповедовать. Ну, конечно, всегда, когда большая практика, там, преподавание, все, есть какие-то темы, конечно, ты выходишь, это не совсем прикольно. И, главное, там один дьякон подошел, слушай, такая подготовленная проповедь была. Ну, так и нет. И вот я с этой истории, я эту историю начинаю рассказывать в церкви. Вот помню, был какой-то случай с Димой, все-таки классно, говорю, но в этот раз Дима тоже, Дима вообще в Беридянске, все начинают смеяться. Говорю, мне нужно сейчас выключиться. Ну, у меня есть то, с чем поделить. Я раз была перед Новым годом, я говорю, вот можете взять себе. То есть как-то выкрутился. Но это потрясающая вот эта вот молитва Павла. Если какие-то вещи мы, ну, берите себе вот, кстати, с вами это, ну, дуня-то очень классно. Берите какую-то библейскую истину, ее молюсь и мне, чтобы она стала частью моей жизни. И вот здесь отец сияния и славы, да. Потом Бог говорит, Павел говорит о Боге, о Его премудрости и всезнании. И, ну, Павел это нормально. Павел рад, что Бог мудр и знает все. У нас это возникает, у нас вызывают это многие вопросы. Что Бог знает, насколько Он все знает, и все ли Он знает. И что значит знать все. Последние где-то десятилетия, может быть, 15 лет, появилось так называемое, как это по-русски, по-английски, это Open Theology. Open Theism, это теология открытости Бога. Открытости Бога. По-моему, так, да, на русской перевели. Идея какая, что Бог не знает будущего. Что-что? Бог не знает будущего. Почему? Потому что, что такое будущее? Будущее – это то, чего нет. Его нет. Прошлое, оно было. О нем можно что-то знать. В принципе, мы даже и настоящее-то знаем там из текущего. А будущее – это то, чего нет. И раз будущее – это по определению то, чего нет, как можно знать то, чего нет? Поэтому, видите, когда Павел говорит о премудрости и всезнании Бога, у него все нормально, у него окей. Но когда эти вещи доходят до нас, мы понимаем вопросы, а что значит будущее? Его нет. Значит, отсюда должны проповеди или книги о том, как Бог рискует, там, Бог идет вперед, на Бог все равно вылетает. Ну, единственное, там, конечно, вопрос, там, пророчеств, а как же то, все. И это такая вот, ну, не скажу сейчас такая свежая, ну, фишка, которая сейчас, там, ну, теребит мозги, там, богословов. Но, тем не менее, это вот один из выклоков, и, кстати, очень многие, ну, как многие, ну, евангельские теологи приняли такой взгляд, что Бог ограничен в своем знании, он не знает будущего, ну, просто не знает, потому что у него нет будущего. Вот. Но это видение, это желание, это цель, это то, к чему Бог подведет. Но он еще не там. То есть, тут нас сталкиваются две такие, ну, два таких подхода на историю или на понимание. С одной стороны, классическая модель бытия, ну, вот, как она выглядит. Примерно вот так, да. Вот это, как бы, границы между, это трансцендентная область, то есть потусторонняя, да, а это вот то, что вот здесь. Мы вот здесь находимся, да, вот. И движемся вот от точки А, история движется к точке Б. И вот на вершине Бог, да, то есть он как бы вне, он знает всю эту область, он там пребывает. И он, конечно, для него каждый фрагмент, каждая точка истории, да, известна в совершенстве, потому что он, ну, вне времени, вне пространства, то есть пространство, вот это вот, ну, это, как, не знаю, символ пространства, это символ времени, ну, так образ, континуум такой временно. То есть он, как наверху этой пирамиды, видит начальную, так скажем, альфу и омегу истории. Тут же картина другая, об энтеизмах. Картина не так вообще построена. Вот она, альфа, и вот она, омега. И вот наша история. И Бог не здесь, Бог тут. То есть он вместе с нами даже развивается и приобретает некий опыт, потому что усвоение чего-то нового – это расширение какого-то опыта. И вот он конфликт. Ну, в принципе, знаете, кажется, что, да, вот, я понимаю, что, но на самом-то деле здесь опять сталкивается, что мы, вот, два типа мышления сталкиваются. И поднимаются все время новые вопросы. Какой из этих историй жил Павел, да, как он говорил о всезнании Бога. То есть поэтому Бог знает максимально, его знает больше. Более того, у него есть картинка, да, там какая-то, и он к ней идет. А если он к ней идет, он к ней все равно дойдет. То есть он не проиграет. Ну, просто что он действительно, ну, не знает. Конечно, это, можете представить, какое-то потрясение вызвало, значит, в богословских кругах, тем более, что это пришло, некоторые там, ну, есть такие, клаппинок, такие вот, ну, богословы, которые, ну, евангельские, да, все. Оно, скорее всего, возникло из философии процесса, которое вылилось в богословие процесса. И, может быть, основой заложил это такой философ начала 20 века Арнольд Уайтхедс, который сказал, что основная категория философии должно быть не бытие, то есть или сущность, а процесс. То есть нету, мир не состоит, мироздание не состоит из каких-то вот стабильных частичек, атомов, да, то есть есть процесс, движение. На какой-то мере это, ну, правильно, если мы знаем, ну, физику, но я плохо в ней разбираюсь, то процесс идет. Ну, в общем, нас сталкивается. Для Павла, конечно, это не проблема. Он знает Бога премудрого, то есть мудрого, и всезнающего, знающего все. Для него это большой покой. Помните, он говорит, что я знаю, в кого уверовал, да, он силен сохранить. И это доктрина, это понимание Бога вселяет для верующего такое покой и уверенность. Но, конечно, когда появляется open-theism theology, наш покой резко начинает что-то разрушаться. Ну, окей, это я так заглянул вам. Дальше Павел говорит о святости Бога. Святость Бога, ну, что Бог святой, это не новость для Павла, он продолжает здесь историю Израиля, понимание Израиля, Израилем Бога, Ветхого Завета. И святость Бога ставит, это не просто одно из его качеств, да, вот он свят, значит, чист, это его моральность. Святость Бога ставит нас под некую моральную ответственность, моральный ответ. И это со времен Ветхого Завета он ведет, что будьте святы, ибо я свят, да. Как-то на одном библейском занятии ведущий перепутал, говорит, будьте святы, как я свят. Все так пригрузились, как же мы можем быть святыми, и такая дискуссия шла, вот как мы можем быть святыми, как Бог. И вот, а потом кто-то решил все-таки прочесть это, как написано, да, когда фу, легче стало. Потому что я свят, то есть, потому что, значит, уже не так, как Бог. Понимаете, да? И вот это вот, значит, невнимательно, когда прочтешь, можно себе, ну, будет больная голова. Как же быть святым, как Бог? Святость Бога ставит нас в очень моральное такое напряжение, в моральную ответственность. И очень часто Павел эту святость, во-первых, Дух Святой, Дух Свят, Дух Святости Бога. Потом он говорит о нас. Помните, мы когда говорили о послании к Коринфянам, что мы храм Духа Святого. Мы как бы та территория, которая находится в зоне сакрального. Идея святости, она развивалась, имела свой генезис, свою эволюцию, да, от древних, еще в бедхозаветных представление о святости такой, как, и, кстати, я сейчас очень много, не то, что сейчас евангельские, протестанты очень любят использовать эту, такую, ну, модель понимания святости, что святость позиционная, да, есть положение. Что такое святые? Это отделенные, то есть отделены от чего-то, да. То есть старые, ну, вот, места, вот, поклонения, то есть были сакральная зона, да, и была профанная зона. То есть если какой-то предмет из профанной зоны, то есть обычный, да, помещался в зону сакральную, он становился святый, святой. То есть если человек служитель культа, он святой. Вот почему в истории Иуды, помнить, это же, это... Блудится, это как же, перстень, не-не-не, перстень он оставил, и фомарь, фомарь, да. То есть по сути там используется слово, игра, то есть святая, кедешот, кедешим, те, которые были с культами, слугами, те, кто участвовал в этих культах, они называли святыми, если буквально перевести, святая. То есть, ну почему они святые? Не по качеству характера, а потому что такая вот позиционная, вот каждый предмет. По сути с этого и начиналась идея с Кинии, святой и святой, как бы такой пространственной, да, вот, ну, разметки. Постепенно формируется идея святости как некой моральной характеристики, как что-то личное. Бог свят, это не просто, что есть какая-то вот территория его, пространство отделяет. Святость Бога также отделяет, не просто пространство, да, какое-то, но святость отделяет Бога от людей в моральном измерении. Вот уже Исайя, свят, свят, свят Господь Савового, все вот это вот святость. Поэтому святость Бога, можно сказать, что это его, он тотально иной, тотально другой. И можно иногда говорить о Боге как о совокупности каких-то атрибутов свойств, и один из атрибутов свойств святость, но можно сказать, что сердцевина всех, или вся его природа есть святость, а все остальные атрибуты, свойства, они из этой святости как производные вот этого свойства. Сложнее сейчас, да, вот мы уже мыслим, чем когда мы изучали посол. Сейчас мы уже делаем теологическую задачу, то есть как мы нам интерпретировать уже Павла не в повествовательном, да, не в эпистолярном уже манере, как мы это делали, а уже такой вот в телычке. Но мы уже мыслим уже нашим привычными, ну как для богословия, категориями. Святость Бога, святость Бога преодолена Павловском понимании тем, что Бог искупил, то есть отсюда вот этот культовый язык, то есть язык храма, да, жертвоприношений, кровью очищены, освящены, потому что не может человек быть, да, в присутствии святого Бога, то есть грех должен быть искуплен, это ветхозаветный, жертвенный, культовый язык, и здесь отсюда формируется, и тоже, тоже язык, например, послание Кривина, для нас эта голова, братья мои, напоминаю вам о благодати Божьей, да, или умоляю вас о благодати Божьей. Ради милосердия Божьего к нам я вас прошу, отдайте себя, свое тело Богу, как живую жертву, освященную, то есть святую, и угодная Ему. Только такое служение истинно духовно. И не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но преобразите себя, обновив свой ум, чтобы постичь чего хочет от вас Бог, что для Него хорошо, угодно и совершенно. Вот смотрите, два этих измерения, да, как бы пространственное, да, и вертикальное духовное присутствует в понимании освящения или вот святости. Бог свят, значит, отдавая себя жертву святую, то есть освященную, то есть это не просто перемещение с одного пространства в другое, да, то есть вы были сейчас за синагогой или за церковью, были в профанном мире, зашли в церковь, теперь все святые. То есть это имеет моральное значение, духовное, да, с чем это связано? Не приспосабливаться к образу мира, да, не просто какое-то пространство, жить в каком-то пространстве, находиться на территории, а не приспосабливаться к образу мира, но преобразовать свой себя, обновлять свой ум, чтобы постигать, чего хочет от вас Бог. Вот это вот идея освящения, где Павел использует этот культовый язык, ну, язык культа, да, то есть понятно, что мы не приносим себя в жертву, но вот чем, что значит святая жертва, потому что перед святым Богом мы приносим себя, посвящаем ему, и вот не просто в таком используется язык, положение, да, вот, потому что осталось еще в протестантской богословии освящение, это, как они называют, позиционное, да, то есть мы во Христе уже святые, то есть мы сами не святые, но во Христе мы уже святые, в какой-то степени, да или нет, просто с какой системой мышления мы подходим, да, но здесь уже Павел говорит не о том, что во Христе вы святые, а как самих себя, из себя формировать живую, но святую жертву. Поэтому святость Бога – это потрясающая весть о самом Боге, но не менее потрясающее обязательство для нас самих. Любовь и благоправедность, и справедливость Божия, отсюда праведность Бога. Праведность Бога, да, вот, очень часто в это послание, особенно послание к Кринину мы имеем дело с праведностью Бога. Что такое праведность Бога? Отсюда и оправдание, и оправдание. И вот это вот был сложный момент со времен Мартина Лютера, Жанна Кальвина вообще всей протестантской или реформатской традиции, и то, что обвиняет восточное православное богословие, западное богословие в юридизме, да, то есть какой-то некий такой юридическая модель или метафора понимания, что судья объявляет там грешника ну, невиновным. И мы по сей день живем в этой такой вот системе, в системе мышления, потому что Павел говорит об оправдании, то есть что Бог праведен, человек подлежит суду, а человек грешник, он неправеден, нужно как-то решить эту проблему, да, поэтому вот это две стороны Бога, да, с одной стороны праведный судья, с другой стороны любящий, милующий. И вот в Иисусе Христе как бы разрядилось, да, или вот решилась эта проблема. И часто используют такие примеры, как вот истории, да, как судья там наказал своего сына, но должен был приговор исполниться, слышали, например, примеры, и он снимает с себя эту плащ судей, и идет вместо сына там, его, не знаю, там убивают, там стягают, то есть как бы такая модель, чтобы объяснить, как Бог решила эту проблему. То есть святости, праведности, с одной стороны, греха и неправедности, с другой, и желание, ну, примириться с третьей. В общем, так. Последнее время, это больше уже рассматривает Павла не в этой схеме юридической, а в схеме нумизма, то есть идеи завета, оправдания по завету. Ну, просто нет сейчас времени не этим надо говорить. Мы чуть-чуть, когда подойдем к христологии, там сделаем такой маленький, ну, такой экскурс в некоторых моментах. Поэтому праведность Бога для Павла очень важна, и оправдание, одно из его богословских таких концептов, оправдание по вере. Оставим это чуть-чуть на потом. Хорошо? Там будет интереснее. Дальше Павел говорит о любви, благоволении, доброте, верности, непознаваемости Бога, единства Бога. Это очень многое, что можем увидеть у Павла о Боге. Опять же, то сейчас я привожу, привожу, это вот наша манера уже такая более богословская, систематизировать или классифицировать мысль понимания Павла о Боге. После перемены поговорим чуть-чуть, потому что понимание Павла очень искусственно получается. Я сейчас вот там в такой манере говорю, если мы изучали сами такое богословие систематическое, оно было бы естественно. И вот если мы считаем понимание Павла о Боге, а тут вращается на орбите христология Павла. Ну, никак нельзя говорить о Боге Павла, не говоря о Христе. Поэтому вот это всегда идет вместе. То, что мы говорили в послании к Риминам, что монотеизм творения в этом послании был усилен христологическим монотеизмом. И вот поэтому нельзя говорить о Боге Павла, не говоря о Христе. О христологическом разделе мы перейдем после перемены. Продолжение следует...